салют друзья на связи фил рад видеть вас на своем канале сегодня 18 апреля и нахожусь в городе москва близ станции метро улица 1905 года что я здесь делаю спросите вы а все довольно интересно собираюсь я работать в компании достовиста выполнять заказы в столице впервые желаю вам приятного просмотра интересно что из этого выйдет занял я скамейку возле вестибюля станции метро вода на слева от меня сейчас 10 часов 0 3 минуты и я открыл приложение достовиста работать я буду не на слоте буду вылавливать заказы в приложении пока что интересных для меня заказов не наблюдая по москве их 119 ближайший ко мне копеечный нужно будет вести торты деловой центр с тортами хочу заморачиваться мне маленький рюкзак мне нет термосумки поэтому придется их тащить либо в руках либо пакета ну короче неудобно ну и оплата довольно скромная промотал ниже пока что ничего интересного нет буду сидеть ожидать возможно сейчас заказы на документы попрут потому что начинается рабочий день точнее уже начался у офисных работников ну что ж посмотрим спустя примерно 10 минут мониторинга приложения достовиста у меня получилось урвать интересный заказ нужно будет отвести документы от адреса который расположен недалеко от меня до москву сити по оплате все также скромно но это уже лучше чем 100 рублей и тем более здесь расстояние довольно небольшое адреса 3 едем сначала на 1 забираем документы насколько я понимаю потом едем в сити там их отдаем и затем возвращаемся на первый адрес вероятно на втором нам также какие-то документы дадут до первого адреса сколько мне минут примерно 15 наверное пешком сейчас посмотрим это общественно а ну вот пешком до 15 минут ровно пройдусь сейчас прогуляюсь по времени вроде как у меня все в порядке сколько здесь дети 12 до 13 сейчас 1016 поэтому до прогуляюсь спешить никуда не буду сейчас нахожусь там же в принципе где и был начинал свой свою смену сегодняшнюю никуда не успел переместиться так мне судя по всему куда-то сюда 43 строение все верно дом 15 строение 43 сейчас буду вызванивать клиента и узнавать где он меня ждет чтобы получить документы после недолгого ожидания получил я заказ здесь вот такая вот папка с документами который прекрасно помещается в рюкзак адрес приложения уже успешно закрыл мне сейчас необходимо ехать в москва сити там оставить документы и один лист мне еще необходимо будет вернуть сюда то есть я еду в сити затем возвращаюсь обратно с подписанным документом мне женщина все объяснила такой вот расклад в сити я пойду на автобусе здесь рядом есть автобусная остановка которой я сейчас и направляюсь а пока иду расскажу вам интересную историю которая со мной только что произошла в общем позвонил я женщине сказал она мне ждать на первом этаже бизнес-центра захожу я туда жду стою выходит женщина зовет меня к себе я так понял что это заказчица зашли мы с ней в помещение вот и она мне дает большую коробку и какие-то два листа от курьерской службы пони экспресс я сначала не понял причем здесь пони экспресс а потом оказалось что это другая женщина которая ждет другого курьера другой службы доставки благо мне позвонила заказчица настоящая и мы разрешили этот камус такие дела еду на комфортабельном электробусе уже в сити вот видите высотки выходить мне на следующей остановке иду в башню него нужно будет наверное позвонить заказчику узнать как мне ввозить башню потому что там насколько я понимаю пропускная система тоже разберемся прибыл я к башне него него towers бизнес-центр проставляю соответствующий статус приложения позвонил заказчица она сказала что нужно подняться на 16 этаж спокойно я смогу пройти пропускной системы здесь нет фу спустя примерно 25 минут ожидания наконец я вручил документы закрыл адрес дал пока мне обнесут список оказывается пропускная система там все-таки присутствовала но информация обновляется довольно долго поэтому внесение моего имени пришлось ждать минут 10-15 потом пока поднимался пока искал компанию общем наконец все закончился тут начал капать дождик сейчас иду на автобусную остановку поеду обратно на первый адрес небо целиком и полностью в тучах надеюсь все таки этот маленький дождик не превратится в ливень пока немного капель есть на асфальте ну и капает на голову в остальном все в порядке жду автобус остановка прямо передо мной следующая остановка улице не вернулся я на первый адрес дождь все еще капает потихоньку хоть бы пронесло хоть бы пронесло не хочу промокнуть меня как и слова никакого нет обувь хорошо промокает поэтому дождя хотелось бы очень избежать звоню клиентки и возвращаю документ финальный адрес закрыт поэтому я смело проставляю соответствующую отметку в приложении ура такс заказ я по идее должен получить 241 рубль все верно приплюс приплюсовалась немного рубликов за то что я поставил платное ожидание когда ждал внесения себя в список в бизнес-центре не вам towers вот изначально сумма была если не ошибаюсь 227 рублей ну в начале видоса это было видно считаю что конечно маловато потратил ли на этот заказ примерно полтора часа сейчас у нас двенадцать восемь уже ну что имеем то имеем дождь кстати вроде как прекратился надеюсь обойдется буду смотреть и вылавливать новые заказы надеюсь мне повезет ухватил я заказ буквально в четырех минутах ходьбы от моей текущей геолокации заказ с неизвестным содержимым написано что весит это меньше одного килограмма уже хорошо вот необходимо будет отвезти груз до станции метро баррикадная сейчас иду на адрес и получаю заказ вот такой вот здесь неприметный вход но я все нашел заказ забрал вот такой вот довольно габаритный пакетик но не сказал бы что его неудобно нести статус в приложении проставил сейчас нажимаю выехать на последний адрес так я уже посмотрел ехать туда полчаса на автобусе нормально можно даже пройтись пешком но с таким пакетом хотелось бы все-таки не идти а передвигаться на транспорте иду на автобусную остановку и еду к клиенту кстати выручает мне сегодня карта тройка с суточным билетом обошлось мне это удовольствие 285 рублей супер же теперь я могу без ограничений перемещаться по москве течение одних суток успешно я связался с клиенткой и оперативно вручил заказ нужно было зайти в здание и спуститься на цокольный этаж там какая-то студия йоги а здесь справа какое-то историческое здание усадьба не выдавался в детали за заказ я получу 241 рубль столько же сколько и за предыдущий деньги придут на киви кошелек мне завтра заказ этот занял мне меньше времени чем 1 но по оплатить точно так же поэтому выводы делайте сами нахожусь и сейчас на патриках в одном из самых фешенебельных районов москвы раньше здесь было три пруда но два сушили остался один однако название патриарши пруды менять не стали решил взять обеденный перерыв направляюсь кто добиться наверное здесь рядом на основном кольце есть их заведение иду туда после перерыва то есть примерно в один час я возвращаюсь к работе взял уже третий за сегодня заказ необходимо будет отвезти куртку написано в примечании вот от станции метро тверская ну это патрики снова то станции метро цска на ходынский бульвар расстояние здесь не такое большое оплата в целом достойная до первого адреса мне идти примерно 14 минут 13 даже вот пройдусь пешком подсниму вам красивый таймлэпс ну а до цска поеду уже на автобусе наверное или на метро как получится посмотрю что будет быстрее прогулочным шагом иду по садовой кудринской улице любую с прекрасными видами центральной части москвы поворачиваю направо и возвращаюсь на патрики прохожу мимо легендарного ресторана из сериала кухни узнали к лодман я на адресе во дворе расположен здесь магазинчик судя по всему проставляю статус в приложении и иду получать заказ куртку нам должны выдать надеюсь она не очень габаритная долго ждать не пришлось довольно быстро я получил куртку в модном шоуруме ввести ее кстати нужно в торговый центр авиапарк я на это даже сначала не обратил внимание пакет вот такой вот небольшой но теперь я нажимаю закрыть первый адрес а ехать предстоит на метро примерно 40 минут займет маршрут я уже все детально изучил что друзья я уже в авиапарке иду по второму этажу сейчас буду искать магазин с водомода в общем нам нужно из этого филиала доставить куртку другой такие вот дела вроде как уже нашел его по карте двигаюсь в правильном направлении торговый центр довольно большой большой самый в россии вроде как надеюсь не заблужусь но я здесь не первый раз поэтому опыт какой-никакой имеется не без труда я нашел магазин но уже успешно отдал заказ вот получается закрываю адрес супер и ищу новый заказ который вероятно уже будет последним до сегодня потому что на данный момент четыре часа дня посмотрю сейчас что здесь есть рядом может получиться сразу поймать что интересное ухты нет заказов либо у меня что-то с интернетом вроде как все окей ладно буду решать проблему искать заказы вернусь к вам проблема насколько я понял заключалась в том что я находился в здании поэтому телефон не очень хорошо понимал где он находится сейчас вышел на улицу и заказы появились однако интересных для меня пока нет стою вылавливаю буквально две минуты у меня ушло на то чтобы поймать хороший заказ 213 рублей он стоит оплата придет на киви кошелек заказ из авиапарка то есть мне никуда по сути идти не придется я стою рядом с торговым центром достаточно зайти внутрь и его получить указано что нужно подойти к аквариуму примерно понимаем где это это в центре торгового центра так можно выразиться статус принципе проставлять пока не буду но я уже нажал что выехал мне давалось 40 минут на то чтобы добраться до первого адреса а я по факту уже здесь такие вот дела повезем одежду захожу в торговый центр и звоню клиенту вот тот самый аквариум а я между прочим уже получил заказ довольно быстро встретились мы с женщиной вон магазинчик оттуда она вышла и отдала мне пакет небольшой компактный и тяжелый главное статус в приложении я проставил посмотрел маршрут до станции метро арбатская мне ехать примерно 36 минут нужно будет сделать несколько пересадок маршрут предстоит интересный иду к сторону сторону станции метро цска и отправляюсь ли я пересаживаюсь на автобус на станции метро брикадная здесь вот такая вот красивая стена рядом с московским зоопарком и высотка знаменитая на кудринской площади насколько я знаю там есть или была квартира у рэпера оксимирона руи москов или не знаю как правильно прочитать короче говоря сюда мне нужно было это мини бизнес центр в котором расположен шоу-рум вот доставляла я одежду туда не знаю курточка ли что это 213 рублей я получу за этот заказ на киви кошелек уже завтра но это последний мой заказ на сегодня всего я сделал четыре заказа примерно работал около семи часов но это не чистое время начал я свою смену в 10 часов потом ловил заказы тратил время когда обедал в общем не стоит расценивать эту смену как полноценная оценка работы курьером в москве это больше для меня такая развлекаловка пробую выйти на новые территории в общем вот как-то так за 4 заказа я заработал суммарно 935 рублей при этом я не учитывал расходы на питание и транспорт повторюсь не следует воспринимать его видеоролика как объективную оценку работы в московской достовисти скорее как некую пробу пера кстати за день я прошел около 18 километров это примерно 22 тысячи шагов дружище но если тебе понравилось это видео то не забудь оценить его лайком и обязательно подписывайся на мой канал если ты этого все еще не сделал до скорого увидимся а